Многолетняя практика показывает, что зимовка скота проходит успешно только в том случае, когда ей предшествует большая подготовительная работа. Не понаслышке знает об этом и директор общества с ограниченной ответственностью «Колос» Василий Гаврилов, основавший свое хозяйство в 2004 году на базе некогда существовавшего в селе Кармала-Деляково колхоза «Победа», где он трудился главным агрономом. Сам я по специальности агроном, поэтому занимаюсь только растеневодством. Со временем пришло понимание того, что и животноводство надо развивать. В 2012 году по программе областной «Велес» был взят товарный кредит в количество 100 голов коров, привезли из Саратовской области. С тех пор каждый год занимаемся. Товарный кредит мы погасили в 2016 году. То есть все поголовье, которое сейчас есть, это уже у нас в собственности. Потихонечку развиваем, увеличиваем поголовье. На сегодняшний момент довели до 300 голов. Предпочтение было дана породик казахская белоголовая, которую очень ценят российские скотоводы. По словам Василия Гаврилова, эти животные не боятся холодов и практически всю зиму проводят в специальных загонах на свежем воздухе. В помещениях, которые были переоборудованы из бывших колхозных гаражей, подведена вода, электроэнергия, установлены кормушки. Однако здесь буренки содержатся только в очень ветреную погоду и в сильные морозы. Казахская белоголовая, она отличается неприхотливостью. Всю зиму мы их содержим на глубокой подстилке, то есть подстилку мы не меняем. Практически круглые сутки находятся на свежем воздухе. То есть помещение даже и не заходит. Только когда холод или ветер. А так в этом году погода их балует, поэтому ночует практически 100% поголовье на улице. По мнению директора предприятия, главная задача для работников хозяйства в преддверии зимовки – создание полноценной кормовой базы. И аграрии справляются с ней на отлично. Стоит отметить, что и производство растениеводческой продукции в хозяйстве идет на высоком уровне. Последние годы колос стабильно входит в первую тройку лидеров по урожайности в районе. В минувшем году предприятие обрабатывало 2116 гектар пашни. Из них 1051 гектар был засеян зерновыми культурами – озимая пшеница, ячмень, нут. Средняя урожайность составила 20,7 центнеров с гектара. Кроме того, на полях хозяйства выращивают подсолнечник. Как отмечают специалисты районного управления сельского хозяйства, грамотное соблюдение всех технологических операций в растениеводстве и животноводстве, а также добросовестный труд работников предприятия являются залогом его успешного развития. На протяжении многих лет здесь трудятся 12 местных жителей. Это, по словам Василия Гаврилова, костяк предприятия – опытные специалисты, душой болеющие за свое дело. Большое значение имеет и техническое оснащение хозяйства «Колос» за счет собственных средств. И кредитных ресурсов постоянно обновляет машинно-тракторный парк. По технике обеспечено сейчас полностью. В прошлом году мы, как бы сказать, вложились в животноводство, купили также новый пресс-подборщик, еще один, чтобы, скажем так, более оперативно заготавливать корма в сезон. Зимой сейчас по лизингу купили самоходную косилку, которая также будет предназначена для заготовки кормов. То есть, как бы сказать, по технике также у нас проблем нет никаких. Говоря о перспективах развития животноводческой отрасли, он заявил, что чересчур амбициозных планов пока не строит, но намерен увеличивать поголовье крупного рогатого скота. Конечно, животноводство делает трудоемкое, затратное, и рентабельность у него ниже, чем в растении водстве. Но сегодня созданы хорошие условия для успешной работы в данной сфере, в частности, специальные меры господдержки. Юлия Трухтанова, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова